Здравствуйте, дорогие друзья! Всех рад приветствовать на канале Mobile Gameplay. Конечно же, ну конечно же, доброго времени суток. Это мое традиционное приветствие. Я хочу, чтобы у всех всегда все было хорошо. Значит, под одним из видосиков я наткнулся на комментарий, зачем ты показываешь вырезки из прохождения сольного рейда на аккаунте новичка. Нам интересно наблюдать за каждым твоим шагом на аккаунте новичка, поэтому показывай полностью, полностью все попытки, показывай, как ты дерешься. Но давайте в качестве эксперимента это сделаем. Просто мне кажется, что максимально скучно и максимально неинтересно смотреть одинаковые несколько боев одной и той же командой без каких-либо вообще изменений. Но ради эксперимента я готов провести это видео, записать это видео. Ой, тихо. Значит, сразу же скажу, почему нет Робина в этой команде, почему Джин Стюарт? Ну, потому что Робина можно использовать Робина Кинга, конечно, имею в виду. Не мастера клинка, не Робина Бэтмениндзи, Робина Кинга. Робина Кинга с утопленницей очень полезно использовать, но, во-первых, когда у вашего врага очень много здоровья, а во-вторых, когда вы можете позволить себе смену персонажей проводить. В случае с подбоссом Серебряная Банша я не могу себе позволить проводить смену персонажей, потому что при смене персонажей действует оглушение, модификатор под названием Засада, и если мой персонаж оглушен, Серебряная Банша по нему наносит еще и увеличенный урон. Поэтому я... Тихо, 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 да, спокойно, тихо. Ой-ой-ой-ой, этот фриз еще вообще не в тему, но если бы там не зафризило, я бы успел сделать нижнюю атаку. Я забыл, что я говорил до этого, но извините. Тут и так, такой прям впечатляющий момент, ну правда. Вообще, я, конечно, надеялся на то, что я добью Банш вот с одной этой попытки, потому что были попытки разные против Серебряной Банши, и около 10 миллионов, или 10, или 12, что-то такое было, удавалось мне снести. Поэтому вот эти 7, по-моему, миллионов, которые оставались на момент записи видео, я думал, что я снесу за одну попытку. Но не тут-то было, опять эти фризы сделали свое дело. Ух ты, Шазам разошелся, ты гляди. Сколько, 2 или 3 раза подряд уже, по-моему, контратакуют Серебряную Банши. Нормальненько. Конечно, можно было бы уже слить Шазама и выйти из этого боя, но, видите, принял решение уже драться до конца, какой-никакой дамаг, но все-таки Шазам еще, все, да, до свидочки, может себе позволить нанести. Сколько здесь в итоге получилось? И, кстати, и вам советую, 5 миллионов, ну там чуть-чуть осталось, и, кстати, и вам советую всегда доводить бой до конца. Даже если вашего основного дамагера вынесли, то, в частности, на аккаунте новичка, в любом случае сражайтесь до последнего. Очень часто бывают такие ситуации, когда вы бьете босса под босса в сольном рейде, и на последних секундах вам не удается его добить, а потом, когда вы видите, сколько у него осталось здоровья, там остается, я не знаю, 2-3 тысячи всего лишь здоровья у босса под босса, и его можно было бы добить, в принципе, да, но закончилось время. И вот в такие моменты вы начинаете вспоминать о том, что пару боев назад вы могли бы немножко подольше посражаться, а не просто так сливать бой. И, в принципе, эти 2-3 тысячи, они бы закрылись автоматически, да, но тогда вы посчитали по-другому. В связи с этим я, как и говорил, так и буду говорить. Я крайне рекомендую всегда сражаться до последнего. Да, бывают моменты, когда вы психуете, нервничаете, у меня достаточно часто такое бывает. Особенно вот сейчас вот вообще что-то не так идет. Можно обратно в угол, пожалуйста. Пожалуйста. Ну-ну-ну, вот, хорошо. Но старайтесь брать себя в руки, старайтесь сдерживаться и доводить бой до конца. Потому что, как я уже и сказал ранее, вот эти вот несколько тысяч здоровья босса-подбосса, они, возможно, могут зарешать исход битвы в дальнейшем. Поэтому всегда просто держите эту информацию в голове. Конечно, в большей степени это касается аккаунта новичка и таких же аккаунтов новичков, которые будут смотреть это видео. Ну, такая, значит, не большая рекомендация. Ну что, финальный босс четвертого уровня Бэтмен, который смеется. Я не знаю, успею ли я пройти, в принципе, этот сольный рейд на нормальной сложности на аккаунте новичка. Но я буду выпускать и в дальнейшем дневники новичка. И, конечно же, в этих дневниках я буду показывать и делиться с вами успехами, как я продвигаюсь в сольных рейдах. Вот как и говорил, значит, у нас на экранах главный босс, у главного босса куча здоровья. Плюс ко всему на этом боссе я могу себе позволить смену персонажей. Поэтому, конечно же, вместо Джона Стюарта я беру Робина Кинга. Потому что благодаря Робину Кингу и потоп будет быстрее копиться. И третий спецприем Робина Кинга будет снимать процентный дамаг с Бэтмена, который смеется. Но Бэтмен, который смеется, он достаточно опасный. Босс на основном аккаунте я его прошел уже давно. На основном аккаунте я уже полностью сольный рейд прошел. Вчера я прошел на основном аккаунте уже второй уровень героической сложности. А вот, видите, на новичке еще тружусь, еще потею. Так, здесь, пожалуй, вот да, первый спецприем сделаю. И первый спецприем... Ой, нет, ну только не это, ну только не это. Первый спецприем дает нам право накопить быстрее теневушку. Но, в принципе, Робин Кинг-то возвращается, да, после потопа. Хотелось бы, конечно, еще, может быть, даже и Супер Мув Утопленницы сделать. Но, мне кажется, я не дойду до Супер Мува. Вообще, тут сейчас как-то надо так провернуть, чтобы у Утопленницы перестала похищаться энергия. Потому что Утопленница в основном всегда у меня находится на поле боя, да. И если Утопленница и так и дальше будет сжигать свою энергию, то я не смогу сделать третий спецприем Робина. На минуточку, да. А мне же нужен третий спецприем Робина. А мне же нужен процентный дамаг. А как я могу себе позволить процентный дамаг, если Утопленница постоянно сжирает энергию? И вот опять она ее сжирает. Ах ты, черт, не знаю. Не знаю, как правильнее. Но зато типа ХП-шка сохраняется у Утопленницы. Но тут надежда только на то, что когда пойдут последние секунды раунда, да, в принципе, то энергия будет заполняться быстрее и истощаться, соответственно, она будет меньше. Ну, потому что быстрее она начнет заполняться. Истощается она с одинаковой скоростью. А вот по мере окончания времени раунда она заполняется быстрее, конечно. Робин Кинг, Робин Кинг, твоя очередь выйти. Так, делаю первый спец. Опять же, да, ну, потому что первый спец, он включает, уже много раз говорил, да, он включает дебаф жертва на противнике. Благодаря дебафу жертва я быстрее накапливаю теневую энергию. Так, 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 сейчас полетит. Вот прям сейчас. Ах ты, черт возьми, блин. Ха-ха-ха-ха-ха, я столько копил, я столько копил, я почти три минуты копил этот третий спецприем Робина Кинга, чтобы выпрыгнуть и сделать его абсолютно в никуда, абсолютно в пустоту. Ну, что за черт? Ну, я так не играю, ну, все. Все, иди нахрен. Иди нахрен, Бэтмен, который смеется. Ты меня разозлил. Все, вот, все. Наша дружба была ошибкой. Наша встреча была ошибкой. Ну, вот первый, первый, третий спецприем удалось нанести. И два, практически с половиной миллиона дамага от одного третьего спецприема. И опять мимо. Да когда ты там блок успел поставить, ты же вроде без блока стоял. Алло. Вообще, конечно, надежды были большие на первую попытку, потому что первая попытка это больше всего хпшки. И, соответственно, Робин Кинг самый большой процент из всех возможных попыток против этого босса мог бы снять. Но, но у меня получилось всего сколько? Три раза накопить на третий спецприем Робина Кинга, два из которых я сделал в пустоту. Третий спецприем, да? Два раза третий спецприем улетел куда-то никуда. Ну-ка еще раз, пожалуйста, мне еще раз. Ну, тут как-то надо понять, как правильно сделать, да? Когда правильнее подставить Шазама. Вот, допустим, сейчас, да? Шазам получает... Что? Вот опять как-то не так. Так, а надо, надо понять вот эту систему. Я, в принципе, в голове понимаю, но когда ты играешь, тут такой босс реально интересный, да? Ты играешь, и тебе нужно за кучей всего следить. Затем, в какой форме находится Бэтмен. Затем, я не знаю, отнимается ли у тебя хпшка, или отнимается у тебя энергия на выполнение спецприемов. Кого нужно подставить под ту или иную форму Бэтмена. Я вот как-то немножко теряюсь все-таки, конечно. Несмотря на то, что я этого босса прошел уже на основе, как я уже и говорил. Ну так, да, допустим. Ну, допустим. А вот, наконец-то я поймал нужную мне волну. Здесь очень удачно Робин выпрыгнул самостоятельно после Супер Мова Шазама. Нормально. И теперь утопленница наконец-то начнет нормально копить энергию. Слава тебе, Господи! Вот она, та система, о которой я говорил. Все. Сейчас должна быть хорошая попытка. Но если, конечно, Бэтмен, который смеется, не завыделывается. Еще третий спецприем. Полетел. Вообще неплохо. А вообще неплохо продвигаемся, ребят. Как вам кажется? Так, и нижняя атака. Пожалуйста. Есть. Все, теневушка пошла. Теневушка пошла. Потоп пошел. Туман Робина пошел. И третий спецприем Робина не пошел, к сожалению. Извините. Прям вот в тот момент, как только я собирался нажать на третий спецприем, третий спецприем истощился. Неприятный сейчас момент был однозначно. Но придется сейчас накопить на потоп. Еще раз. В принципе, энергия на выполнение третьего спецприема имеется уже в наличии. И третий спецприем полетел. Есть. Хорош. Два миллиончика дамага сразу снял. Но эта попытка однозначно получше. Конечно, не идеал. Не идеал. Но парочку вторых, третьих спецприемов я еще успею сделать. За Робина Кинга. Ну и один потоп точно еще успею вызвать. Поэтому тут еще не все потеряно. Попытка еще продолжается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хорош. Хорош. Да ладно тебе. Да ладно тебе. И опять же, друзья, вот хорошо, что у меня есть на аккаунте новичка тематические артефакты. Целых два. Которые я, кстати, купил благодаря человеку. Ссылку на которого я всегда в описании ролика уставляю. Не забывайте, что если вы будете покупать через этого человека донаты всякие в Injustice 2 Mobile, то это будет стоить на 20% дешевле, чем официально обозначено в магазине Injustice 2 Mobile. И не переживайте, это никакие не накрутки, это официальное приобретение внутриигровых ресурсов, наборов, в общем, чего вы там хотите купить. К чему я это все говорю? К тому, что вот благодаря Денису, через которого я покупал эти артефакты, у меня есть эти артефакты. А если бы у меня не было этих тематических артефактов, ну, слушайте, я не знаю, сколько бы я проходил этого босса, да? Но хоть какая-никакая есть прибавка здоровья командного с помощью этих артефактов. Какая-никакая есть прибавка атаки с помощью этих артефактов. Ну, а представьте, если бы у меня персонажи были бы абсолютно голые. Да там Бэтмен, который смеется, пару ударов сделал бы, и все, я бы просто улетел бы в Майами, например. Хотелось бы, чтобы в этом бою, кстати, сработала такая же система, как в предыдущем. Буду опять подставлять Шазама под суперприем Джокера. И, конечно же, буду надеяться на то, что после того, как Бэтмен, который смеется, сделает свой супермоф на Шазаме, выпрыгнет опять Робин, поймает волну истощения, в отличие от утопленницы, да? И с помощью утопленницы я буду копить энергию, а с помощью Робина я буду делать третий спецприем. Вот такая система. Не знаю, сработает ли в этот раз, но я очень сильно, очень сильно буду на это надеяться. Так. Пока есть комба, комблю. Так, Робин третий спец полетел, полетел. Хорошо, хорошо. Видите, вот этот процентный дамаг, он уже меньше, потому что здоровья у Бэтмена, который смеется, меньше, соответственно, и процент, который отнимает Робин Кинга благодаря третьему спецприему, тоже становится меньшим. Поэтому я всегда говорил, что вот эти вот персонажи, которые снимают процентный дамаг и определенный процент здоровья у своего врага, они очень крутые, они очень полезные. Но они становятся практически бесполезными в тот момент, когда у врага остается меньше половины здоровья. Ну, правда, особенно, когда нужно его добить, но вам процентники уже ничем не помогут, потому что есть разница, к примеру, снять 10% от 100 миллионов здоровья вашего босса, да, и есть разница снять 10% от, к примеру, 500 тысяч. Разница очевидна. Поэтому все эти процентники, они очень полезные и крайне полезные, где-то вот приблизительно до 50% здоровья своего врага. Дальше нужно уже думать над какой-нибудь другой командой. Но на аккаунте новичка у меня нет альтернативных вариантов. Может быть, может быть, конечно... Так, система, кстати, сработала опять, обратите внимание. Может быть, можно попробовать Джона Стюарта в какой-нибудь из попыток. Но я не знаю, мне кажется, оно то на то и выйдет. Джон Стюарт, он, конечно, улучшает урон от помехи, а у нас как раз-таки, да, помеха — это наш потоп. Но благодаря Робину я гораздо чаще активирую этот самый потоп, потому что быстрее коплю теневую энергию. Не знаю, мне кажется, я вот такой командой буду дальше сражаться. Сколько здесь у нас? Вообще, вообще неплохо, 21 миллиончик. Я думал, что я буду продвигаться гораздо медленнее. Понятно, что я даже не мечтал о том, что я пройду это все дело с одной попытки. Но мне казалось, что попыток уйдет гораздо больше. В принципе, есть еще надежда на то, что за оставшуюся неделю или сколько там еще времени до окончания этого сольного рейда есть еще надежда на то, что я, может быть, все же пройду этот сольный рейд на нормальной сложности. Но, не знаю, я по-прежнему даже процентов на 70 не уверен. Но процентов на 60, может быть, получится пройти этот сольный рейд. На аккаунте новичка я, конечно же, имею в виду. На аккаунте старичка я планирую, как обычно, закрыть еще и героическую сложность. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то такое зло. Потому что на героической сложности я хочу сделать нарезку, как всегда, стандартно, традиционно, нарезку с боями против боссов на героической сложности. Потому что некоторым интересно смотреть прохождение сольного рейда на героической сложности, но мне категорически неинтересно записывать прохождение на героической сложности. Потому что проходить все одно и то же по несколько кругов и записывать видео и делать вид, что ты удивляешься, но это глупо, тупо и неинтересно. Мне, в первую очередь, да? Поэтому я нашел компромисс такой себе. Вот те, кто хотят увидеть, как я дерусь на героической сложности, я для них делаю нарезку из боев с боссами на героической сложности. Поэтому на аккаунте старичка мне крайне нужно пройти героическую сложность, чтобы, как всегда, сделать нарезку с этими самыми боссами с героической сложности. А вот на аккаунте новичка мне бы хоть... Да, основную сложность пройти. Но я не знаю. Там я помню еще и босса Робина Кинга, самого главного, да, с этой его лужей. О, фу! Я не знаю, как его проходить, потому что, вы же видите, на аккаунте новичка я пользуюсь какой-то тактикой. Загнал с помощью утопленницы своего врага в угол и в углу, собственно говоря, наваливаешь ему по лицу. С помощью разных техник и методик, да? Просто комбушки, спецприемы вот от Робина. В общем, вот как-то так, да? А что делать с Робином Кингом? За которым бегает вот эта лужа дымная. И если ты стоишь в этой луже, у тебя просто практически молниеносно сжигается твое здоровье. Но я, слушайте, я не знаю, как на аккаунте новичка я буду проходить Робина Кинга. Ладно. Не будем пока о печальном. До Робина Кинга еще дойти надо. Может, я вообще и до Робина Кинга не дойду. Здесь уже заканчивается времечко. И, к сожалению, только что вынесли мою утопленницу. Но это то, о чем я всегда говорил, что вот эта фишка с беспрерывной... Ну, практически беспрерывной. Комбой в углу, она работает не всегда. Но потому что враг в любой момент может поставить блок, перепрыгнуть вашу атаку и, соответственно, контратаковать. Поэтому не всегда получается. Поражение и на этом попытки заканчиваются. Но, естественно, в этом ролике уж точно будет победный бой. Потому что... Ну, я хочу вам показать, закрыл ли я хотя бы Бэтмена, который смеется. Или же нет. А вдруг мне в наградах за Бэтмена, который смеется, выпадет что-то такое потрясающе интересное. А я как взял и не записал ролик. И не поделился с вами. Поэтому продолжение будет прямо сейчас. Попытки обновятся. Вот оно продолжение. Вот и оно. Как и обещал, уже прошли сутки. С момента записи предыдущей части видео. И я продолжаю бить Бэтмена, который смеется. Значит, на данный момент у меня улетело 4 попытки. Показываю вам снаряжение. В принципе, ничего не изменилось. Все как было, так и осталось. 4 попытки на данный момент я истратил уже. И практически добил Бэтмена, который смеется. Конечно, если все пойдет, как должно идти, возможно, даже с помощью вот этой попытки мы сможем его добить. Но это, конечно, не факт. А вдруг будет, как в предыдущем бою, там, где Бэтмен, который смеется, решил нас контратаковать, вынес утопленницу и все. И досвидули получились. Досвидули, дули. Спокойненько. Первый спец Робина полетел. Жертва на Бэтмене... Ой, ты что? Да ну ты что? Ты что ты делаешь вообще? Нормально вообще? Все системы мои нарушил. Значит, я активировал там жертву на этом Бэтмене, который смеется, да? Хотел начать комбить и быстро заполнить тени в уху. А эта мразь решила срочно сделать второй спецприем. Смотрите, что он делает в этом раунде. Ты что, злой стал к концу или что? То есть все предыдущие бои он практически ничего не делал, а в этом бою он прям как с цепи сорвался. Откуда эти постоянные вторые спецприемы? Свали от меня. Дай просто подраться с тобой. Ну-ка, третий спец. Да, так получше уже будет. И всего лишь 222 тысячи нанес третий спецприем Робина Кинга. Вы помните этот дамаг, когда был первый бой против Бэтмена, который смеется, и выскочил Робин Кинг. Я там с трудом накопил на этот третий спецприем, и третий спецприем снес сколько? Там около 2,5 миллионов. А сейчас третий спецприем сносит по 200-300 тысяч. Но процентный персонаж не убавить, не прибавить. Еще третий спецприем. И еще меньше. 100 с копейками вообще. Робин Кинг отлетел, но мы же знаем, что нам это не страшно. Почему? А правильно, потому что есть утопленница. Если у меня получится накопить поток с помощью утопленницы, Робин Кинг воскреснет. Опять второй спецприем полетел. В предыдущих боях, согласитесь, Бэтмен, который смеется, в предыдущих боях так часто не опять второй спецприем. Он так часто не использовал второй спецприем раньше. Алло? Бэтмен, который смеется, ты немножко обнаглел. Дай мне тебя добить, и вообще просто возьми и успокойся. Возьми с полки пирожок, покушай, выпей чаек и сиди себе молча. Ну, какая вот тебе разница? С одной попытки я тебя добью. Или еще одну придется тратить. Ну, что-то мне кажется, что придется еще одну тратить. Так, нижняя. Комба, комба. Пошла, пошла. Опа. Это что сейчас было? Слушайте, мне показалось. Я просто, ну, фризов я никаких не заметил. А у него бесконечный второй спецприем, обратите внимание. Я фризов никаких не заметил. А как в таком случае посреди комба у топольницы Бэтмен, который смеется, провел свою комбу? Я вообще отказываюсь это понимать. Я много раз уже вам говорил, что в Unjustice 2 Mobile есть такие моменты, которые никто тебе объяснить не сможет. Я думаю, даже разработчик... Ну, блин, ну что за смех? 130... Или сколько там, я не успел заметить. 130 тысяч... 100... 196, извините. 196 тысяч здоровья осталось. И серьезно... Ну, блин, ну вот в такие моменты реально начинает бомбить жестко. Ну, правда. Но 196 тысяч это же просто сделать пару комбушек. Ну, грубо говоря, да? И что произошло вообще в предыдущем бою с утопленницей я так и не понял. Почему посреди комбы утопленницы пошла комба Бэтмена, который смеется? Кто мне может объяснить, а никто не может объяснить? Ну, за исключением фанатиков Unjustice 2 Mobile помните, да? Я вам рассказывал о том, что существует... Говорят! Говорят, что существует секта любителей Unjustice 2 Mobile, которая мнит себя богами этой игры и которая считает, что кроме них никто больше играть не умеет. А если с игрой что-то идет не так, эти люди говорят, что ты играть не умеешь. А с игрой на самом деле все хорошо. Поэтому будьте осторожны, секта продолжает работать. Вы можете не заметить, как вы сами окажетесь в этой секте Unjustice 2 Mobile. Все, добил. Ну, добил. Ну, добил. Ну, да, с двух попыток. В общей сложности шесть попыток, получается, да? Ушло на то, чтобы справиться с Бэтменом, который смеется. Вообще, конечно, при лучших раскладах это могло бы ограничиться и пятью попытками. Мне кажется, с головой хватило бы, тому, что ну, вот эта шестая попытка это просто вообще куром на смех. Просто куром на смех. Но впереди финальный уровень. Но перед финальным уровнем, который будет там когда-то, потом уже, в следующих сериях, мы, конечно же, пойдем собирать награды. Заранее я начну с вами прощаться, потому что, я не знаю, вдруг там будет какое-нибудь дерьмецо, которое мне не захочется обсуждать, поэтому я начну заранее с вами прощаться, пока у меня еще хорошее настроение. Надеюсь, ваши пальцы вверх стоят. Комментарии не забывайте оставлять. Поддерживайте рубрику новичка и мой канал в целом. Я надеюсь, что канал Mobile Gameplay вам нравится. Да уберите от меня эту хрень, я не буду это покупать, неужели непонятно было еще до сих пор. Но смотрим на награды. Да. Собираем. Что здесь? Что здесь? Как хорошо, что я попрощался с вами заранее. Еще раз до свидания, дорогие друзья. Надеюсь, что вам награды будут выпадать более топовые, чем мне, потому что мне выпадает хм-хм-хм-хм-хм-хм. Представьте, что там был звук цензуры. Все, пока. Всего вам самого-самого-самого при самого лучшего. Вы самые лучшие. Пока. Продолжение следует...